ЗВОНОК В ДВЕРЬ Бежим! Давай, еще! Не вовремя нажимайте! Давай, давай! Прыгай! 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 Вот так! Давай, прыгай! Ну, давай, прыгай! Ну, что, ребята, вам нравится? Да! Мы уже почти совсем освоились! Многие у машины уже выигрывают! Нина Яновна, а что, эти компьютеры специально для таких игр придуманы? Ну, конечно, нет! Это очень сложные машины, которые решают очень серьезные задачи! И в девятом-десятом классе вы будете на них работать! А можно такую какую-нибудь программу посмотреть? Ну, конечно, давай попробуем! Какая кассета у вас интересная? Смотрите, смотрите! Я думаю, кассета у вас интересная! Давайте познакомимся! Я персональный компьютер! Меня зовут Дисплей! А как зовут вас? Попишите свое имя на клавиатуру, пожалуйста! А как набрать свое имя? Ты на машинке умеешь печатать? Умею! Ну и печатай! Видишь клавиатуру? Давай, начинай! Малявкин! А можно я тоже? Можно! Во-ро-бьёв! А можно имя напечатать, а не фамилию? Давай! Ну, сейчас я напечатаю! Лю-да! А я тоже напечатаю! В-А-С-Я! Вася! А все вместе получается... Малявкин... И компания! Вот видите, как здорово! Как название книги или кино! Ну, какие мы герои! Да разве про нас интересно? Мы самые обыкновенные! Ну, почему же? Немного фантазии, выдумки, юмора... И получится кино! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малявкин! Малявкин! Что, Анна Петровна? Ты опять в небе слона увидел? Нет, Анна Петровна, носорога! Видите, какой у него большой рог? Вижу, вижу! И еще я вижу, что все пишут, а ты собираешь облака! А это плохо? Нет, напротив, хорошо! Но только не во время урока! Носорог уже улетел! Вечно ты придумаешь, Малявкин! Носороги не летают! Ну, мы с вами говорим, что несороги летают! Успокойтесь! И носороги, и слоны, и плавают, и летают, если они всего лишь облака! В свободное время понаблюдайте за облаками, и вы увидите массу чудес! Только дело в том, что на природу человек должен смотреть особыми глазами! Все записали задание? Все! Конечно! Анна Петровна, Анна Петровна! А как это смотреть на природу особыми глазами? У меня ведь нет никаких особых глаз! Конечно, нет! Но зато каждый человек может научиться особому видению! Вот! Например! Цветы и деревья! Это только кажется, что они недвижимы! Они находятся в постоянном движении! Они тянутся к свету! Они поворачиваются к солнцу! Только очень медленно! А трава перекати и поле движется быстро! Она мчится, как мяч! Верно! А есть такой цветок, который ловит мух! Он так и называется мухоловка! А говорят, что трава быстрее растет под музыку! Верно! А есть такой домашний цветок герань! Он чувствует настроение хозяйки! Когда к нему подключили прибор, выяснилось, что он растет быстрее, когда у хозяйки хорошее настроение! Анна Петровна, а дерево больно, когда его пилят? Наука еще не открыла этой тайны! Но придет время, станет известно! Я думаю, больно! А когда узнать, что цветам больно, их перестанут рвать? Дело в том, что цветы уже пора перестать рвать! А почему? Ну, об этом я вам расскажу как-нибудь в следующий раз! Все! Ребята, перемена! ПОДПИСЫВАЮТСЯ Мとうе свежели ф eleven Ребята! Математики не будет! Куда это вы собрались? Тихо! Сядьте все на свои места. Сядьте все на свои места. Так не бывает, что пропадало драгоценное учебное время. Урок будет. Достаньте все тетрадки по русскому языку и приготовьтесь к работе. Быстренько! Вот всегда так. Сейчас вы напишите сочинение самостоятельно. Какая тема? Тема? Тема моя мечта. У нас была мечта в кино сгонять. От тебя, Ковалев, я ничего другого и не ожидала. Дальше кино никуда. Кругозор у тебя, Ковалев, не очень. И запишите еще. Тихо! И запишите еще одну тему. Мой четвероногий друг. По-моему, темы интересные. Так все. Пишите. И чтобы было тихо. Отметки поставлю в журнал. Я проверю. Ты что, Лютка? Ты что, Лютка? Ты говорила, что тебе обидно. Тоша пропал! Тоша это кто? Брат твой, что ли? Собака это ее. Тоша зовут. Какая красивая, охотничая. Лютка, не плачь, он тебя всегда пропадает. Погуляет, погуляет и придет. Всегда возвращайся, тут его нет. Уже третий день я весь город оббегала. Нигде его нет. Что делать? Надо подумать. Не плачь, мы чего-нибудь придумаем. Ну что вы можете придумать? Плачь, мы найдем своего Тошу. Пусть сама ищет своего Тошу. Лариса Филиппина сказала, что писали. Она проверит. А ты, Ковалев, если хочешь, можешь не идти. Стоп, стоп, стоп. Так просто мы не найдем Тошу. Когда пропадает собака, дают объявление. Правильно, малявкин. Это ты хорошо придумал. Молодец. Так она одна не сможет. Одна не сможет, а все вместе сможем. Что, все вместе пойдем давать объявление? Да нет, у меня вот какой план. Сейчас мы напишем объявление, а после урока расклеим их по всему городу. Здорово. По местам. Это будет все мои уроки. Моя мечта найти. Моего четвероногого друга. Вот так. Пишите объявление. Пропала собака. Неизвестный ворот. Пропала собака. За актуаль. Моего четвероногого Субтитры подогнал «Симон» 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 Я думаю, надо поставить по двойке всему классу по-русскому письменному и похвалить. А еще лучше забыть эту историю, как будто ничего и не было. В этих листках люди увидели не только ошибки, но и то, что в 33-й школе учатся не очень плохие и довольно сердечные ребята. Конечно. Виноват. У вас учится Люда Голуб. У нас. Начинается. А в чем дело? Нашлась собака. Черная, охотничья, с длинными ушами. На кличку Тоша отзывается. Вот. Ты моя красавица. Ты моя красавица. Она действительно охотничья. Красавица-то не нашелся. Прыгаетесь. Смотри, у нее глазки. Ух ты! Фистачку! Ой, 600 уже! Давай, забывай. Смотри, не пропали! Ой, сейчас перепрыгают. Перепрыгнула. Жми, жми, жми. Здорово. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Арна Петровна. А где Нина? Она в машину за уши. Она сейчас придет. Как вы тут? Как вы спите? Очень интересно, Анна Петровна. А вы сами попробуйте. Ой, куда мне? Садитесь, Анна Петровна. Ну, давайте. Это скорость. Не нажимайте на клавиши. А сюда нажимайте на кнопки, чтоб перепрыгнула. С ложки рыбки будут. Давай, давай. Молодец. Сейчас скорость увеличится. Ловите флажки. Здорово. Интересно. Да. Ой, а как прыгает, как я ничего не видеть не могу. О, вы. Бездный Юрик. Я знал его, Горацио. Это был бесконечно остроумный, чудесный выдумщик. Сколько раз он таскал меня на спине. Стоп, стоп, стоп. Ребята, вы обещали стараться, а сами что? Все, все, больше не будем. Начали! Ну хорошо, начали. Разделаем. Этот череп пролежал в земле 20 лет и 3 года. Чей это? Это череп Йорика, королевского шута. Покажи мне его. Ой, бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Человек бесконечно остроумный, чудесный выдумщик. Сколько раз он носил меня на спине. Не могу, не могу войти в образ. В театре должно быть все подлинным, а ты даже череп не смогла нарисовать по-человечески. Это никуда не годится, никуда. Настоящий актер должен входить в образ. Должен воображать. Да? Да. Ха, тебе легко говорить. А вот великий английский трагик Кинг выходил на сцену в Гамлете с черепом вождя революции Кроувеля. А с этим, с этим мне футбол играть хочется. Ну, раз ты такой великий, достанет себе настоящий череп. Где же я тебе его возьму? В конце концов, кто из нас мужчина, ты или я? Офелия! Хочешь, я достану череп? Кто это? Ты, Малявкин! Ты что, серьезно можешь принести череп? Принесу, если надо. Вот, учись, Гамлет, как должны поступать рыцари. Ну, сказать это каждый может. Где это ты достанешь череп? Достану. Хоть из-под земли. Лови. Достанц. Достанц. Достанц scent с перси. Bird. Достанц. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У Александра был такой же вид в земле. Какой же? Александр умер, Александра похоронили, Александр превратился. Это все не то. Так у нас ничего не получится. Ну-ка, дай-ка. Это надо говорить с интонацией. Вот смотри. Александр умер, Александра похоронили, Александр превратился в прах. Понял? Понял. Офелия, я принес череп. Вот он. Ну что, а ну-ка, показай настоящий. Где же ты его раздобыл? Я же обещал, что принесу. Одолжил. На время. Неприятностей не будет? Молчишь? Молчу. Ух, Малевкин, Малевкин. Ну ладно, давай сюда свой трофей. Ой. Ну что, Малевкин, пойдем, пофилософствуем, быть или не быть. А вы, дорогие мои артисты, будете репетировать в учебное время, закрою зал. Понятно, товарищ Офелия? Понятно. Ну, пошли. Ну что, Малевкин, опять ерунда получилась. Это ж надо додуматься, похитить череп, обезглавить учебное пособие. Малевкин, Малевкин. А Воробьев скоро уйдет от нас в специальную футбольную школу. А я не о Воробьеве. Я о тебе. Ну, я хотел как лучше, честное слово, Тарас Семенович. А ты всегда хочешь как лучше, только получается как хуже. Парадокс? Ты хоть знаешь, что такое парадокс? Знаю. Не так, как у людей. По смыслу верно. Не так, как у людей. Как тебе сбрело в голову похитить череп, Малевкин? Вы понимаете, он временно стал черепом королевского шута бедного Йорика. Это я понимаю. А ты кем временно стал? Похитителем черепов. Малевкин, не в каждой школе есть скелет. А этот скелет, можно сказать, исторический. Как исторический? А вот так. Его достал еще Матвей Иларионович. А кто это Матвей Иларионович? Директор гимназии, которая стояла на том самом месте, где сейчас стоит наша школа. Куда ты девался и голову, негодник? Я раздобыл этот скелет не для художественной самодеятельности, а для развития учебного процесса. А у них тоже процессы, тоже учебный. Они же не настоящие артисты, они только учатся. А не Гамлета ставят. Чью школу нас мудрость защищать будут. Ну и что? Для этого необходим настоящий череп. Что с бутафорией репетировать нельзя? В театре все должно быть подлинным. Великий английский актер Кинг в роли Гамлета выходил на сцену с черепом вождя революции Кромбеля. Кинг это в переводе с английского король. А великий английский артист был Эдмонд Кин. И потом, Малявкин, что за история? Кинг в роли Гамлета с черепом Кромбеля. Это откуда? Говорят. Кто говорит? Все говорят. Ладно, будем считать, что эта история в какой-то степени тебя оправдывает. И все-таки, Малявкин, ну как тебе могло в голову взбрести похитить череп? Это же учебное пособие. Это Офелия просила. Ах, Офелия попросила. Валя Голушкина, из Десятва. Ну и что, что она тебя попросила? Они и так говорят, что все рыцари перевелись. Кто говорит? Женщину. КОНЕЦ КОНЕЦ Смотри, какой лист, а ты его хочешь подметать. Ну и что, тут все листья красивые. КОНЕЦ Бьет, какая красота. Да, красиво. Что ты, Малявкин, на них смотришь? Давай, клади в тачку и ай-да к костру. Жалко же их с такую красоту. Подумаешь, тут целый парк этой красоты. Пускай горит. А зачем тебе листья? Сам не знаю. Просто так. Чудак ты, Малявка. Пошли. Ты пойдешь ко ствол, малявка? Выйдите, я сейчас приду. 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 Выйдите, я тут Да, я тоже люблю эту игру. Вы знаете, никак не могу привыкнуть. Постоянное ощущение чуда. Это и есть чудо. Когда я только что пришла в школу, появилось радио. Маленький приемник, детектор с голосом комара и наушники. Ребята навалились на меня, каждому хотелось послушать. А сегодняшние ребята объясняют мне новое чудо. Дисплей. Домой собираешься? Да, конечно. Пойдем вместе. Пойдемте. Вы выходите, я догоню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тарас, давай-ка приезжаем. Ну, выкладывай. Да что выкладывать? Ты хотя теперь и директор, но глаза у тебя не изменились. Я-то ведь их знаю с детства. Врать не умеют. Что тебя тревожит? Педагог ты хороший. Вы знаете, не в этом дело, Анна Петровна. Я как директором стал, все время боюсь, что где-то кто-то что-то не так скажет. Вчера, например, малявки в классе стену осенними листьями оклеил. Красиво получилось. Мне понравилось. Сегодня утром иду мимо. Уборщица листья стрывает, стену моет, ругается. Я так тихо-тихо мимо прошел, ничего не сказал. Ну, хотел, чтобы его не ругали. Думал, его защищаю. Это я себя защищал. Когда стена серая, спокойнее. В учительском деле неудач всегда больше, чем победа. Это всегда было и всегда будет. Мы всю жизнь исправляем чужие ошибки. Ошибки наших детей. Ну, вот, свои ошибки исправлять куда как труднее. Но это необходимо. У нас дети, они очень ранимы. Но я же знаю, как ты любишь детей. Это твой Малявкин. Чудо. Замечательный человек. Да. Но как это доказать? Кому? Ему. Ему в первую очередь. Его так часто приходится наказывать, что он, в конце концов, просто веру в себя потеряет. И не наказывать его нельзя, потому что виноват. Хотя хочет хорошего. Ему нужно поручить очень важное самостоятельное дело. Кстати, помнишь, как раз в его возрасте ты увлекся сбором макулатуры. Это когда было. Время было другое. Время-то другое. А дети те же. Их надо заинтересовать. А ты знаешь, для меня осень почему-то похожа на детство. Такая красивая и так же быстро проходит. А может быть, это потому, что у нас учители осенью год начинается. Осень это всегда школа, всегда новые дети. А значит, новая жизнь. Чуть-чуть, как у вас. Так, красиво. Давай, давай, давай. Три, четыре, четыре. Еще, еще. Тебе убавлять вес надо. С таким весом. Я и так убавляю. Я же не ем. Совсем не ешь. Да, я объявил голодом. Тюхя худеет. Может тебе дать бутербродик? А, тюхя? О, тоже мне спортсмен нашелся, посмотри на себя. Я-то спортсмен, понял, Воробей? Ничего, Вася, не волнуйся, мы тебя натренируем, будешь настоящим спортсменом. От голодовки ты и вес не теряешь, и сил не прибавляешь. Здесь органичнее действовать надо. Начинать есть? Есть. Есть? Ну, соблюдай диету, молодой организм должен развиваться. Вот он и развился. Развился, да не так, как надо. Тебе больше плавать нужно. Ты плавать умеешь? Нет. А я плавательной школе занимаюсь, у меня второй разряд. Вот видишь, молодец, Ковалев плавательной школе занимается, успехи делает. Ну что, я тоже буду делать успехи, только летом. Ну хорошо, а сейчас все пошли на козла. Пошел. Молодец. Следующий. Пошел. Хорошо, пошел. Ну, Вася, ну, Вася. Вася, давай, давай. Вася, давай же. Ты смею, прыгай. Давай, Вася. Брусь ты все. Ты дает. Вася, давай. Вася, давай. Вася. Вася, я же сказала, толчок сильнее, отталкивайся. Давай еще разок. Я и так оттолкнулся. Оттолкнулся. Вася, давай. Вася, давай. Вася, давай. Вася, давай. Вася, давай. Здрасте, Тарас Семенович. Здрасте, Тарас Семенович. Вы там не Тарас Семенович? Нет, нет, Светлана Николаевна. Можно я ненадолго прерву урок? У меня сообщение всему классу. Пожалуйста. Ребята, быстро все ко мне. Тихо, тихо, тихо. Не поубивайте друг друга. Так, ребята, кто любит хорошие книжки? Я! Что, будет книжный базар? Нет, книжного базара не будет пока. Мало хороших книг. Не хватает хороших книг, ребята. А почему? Потому что не хватает хороших писателей. Мало хороших писателей. Что, наша школа будет выпускать хороших писателей? Да нет, ребята. Писатели есть. И были, и есть. Так что, что печатать, есть. А вот на чем печатать? Не хватает. Стране нужна бумага. Ребята, не хватает бумаги. А из чего делают бумагу? Из дерева! Правильно. А еще из чего? Из макулатуры. Правильно, Греб. Правильно, из макулатуры. Так вот, ребята, с сбором этой самой макулатуры вы можете помочь стране. Вы представляете, сколько вы соберете этой макулатуры, если возьмете за это дело вместе, дружно. Из этой макулатуры сделают хорошую бумагу, напечатают на ней замечательные книги Пушкина, Гоголя, Толстого, современных писателей. А талончики нам давать будут? Какие талончики? Ну, талончики дают, а книжки дефицитные. Сейчас как раз можно взять, ну, как его, на этого. Оранжевая такая книжка. Сам-то оранжевый, Ковалев. Талончик. Оранжевый талончик. Подождите, подождите, ребята. Ты знаешь, Дима, это интересная мысль. Молодец. Ребята, будут давать талончики? Будут. Но на эти талончики мы приобретем книжки до нашей школьной библиотеки. Ура! Вот, ребята, я вам предлагаю, чтобы интереснее было собирать макулатуру, разбиться на бригады и устроить соревнования. Вот чем не бригада? Малявки на компания. Тоже мне малявка, бригадир. А что, не может быть бригадира? Да, бригадир. Получше тебя. Мы еще посмотрим, кто больше макулатуры соберет. Ладно, ладно, ребята. Значит, договорились. С завтрашнего дня начинаю сбор макулатуры и соревнуемся. А сейчас, ребята, все продолжают. До свидания. До свидания. Ребята, мы не слишком большую тачку взяли. Где мы столько макулатуры наберем? Ничего наберем. Паричка. Это еще маленькое. Нам бы в два раза побольше. Макулатуру надо искать там, где есть бумага. Старая газета, например. Ребята, вот газеты-киотки. Я сбегаю и спрошу. Здравствуйте. У вас есть ненужные газеты? Ненужные газеты не бывает. А эти, есть старые газеты. А можно взять старые газеты? А тебе зачем? Для упаковки или для клейки? Не для макулатуры. Мы в школе собираем. А тара есть? Нет, у нас тележка. Ну, подгоняй сюда. Ребята, подгоняй тележку к киоску. Ура! Ну, где? Где можно достать макулатуру? Думайте, думайте, ребята. Ребята, стойте. У меня тетя работает в библиотеке. Так она говорит, что у нее есть книги, которые никто не читает. Она так их и называет макулатурой. Отлично. Пошли к твоей тете. Пусть она нам отдаст эту макулатуру. Вперед. Пошли. Здравствуйте, мы к вам пришли по очень важному делу. Что случилось? Что случилось? Отдайте нам книги, которые никто не читает. Вы же их называете макулатурой. Много-много надо. Тихо. Извините. Пройдите. Вот туда. Туда. Вот статья, пожалуйста. Ну, что случилось? Вы понимаете, я, то есть мы, собираем макулатуру. Мы должны много собрать макулатур. А я тут при чем? Мы хотели у вас попросить. Но здесь же библиотека, а не мусорная свалка. Но у вас же есть плохие книги, которые никто не читает. Так вы их нам отдайте. Из них делают новые хорошие книги. Да вы что? Это же нельзя. Почему? Книги есть книги. Что же нам делать? Пойдите по домам. В любой квартире найдется ненужная бумага. Пойдите по домам. Tudo так shameless the door. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улицу знакомую из дома, где живу, Иду к друзьям, товарищам, шагаю за порог, А там листву осеннюю, знакомую листву, Гоняет с удовольствием знакомый ветерок. Нам всё на этой улице знакомо, Мы дома здесь, и нравится нам дома, Нам всё вокруг знакомо. Мы дома здесь, мы дома, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы дома здесь, мы дома, Мы дома здесь, мы дома, А дома очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА